Здравствуйте, я Александр Герасименко. В этом видео о том, как перестать вкладывать вещи на потом. Три базовые правила сначала. Правило первое. Совершенно неважно, по какой причине ты бездействуешь. Ты можешь лениться, ты можешь бояться, ты можешь быть даже тяжело болен. Или ты отложил на потом. Не важна причина, по которой ты бездействуешь, важна категория, в которой ты находишься. Ты или делаешь, или не делаешь. Второе базовое правило. Твои действия накапливаются. Действия накапливаются в виде денег, опыта, результатов или построенной бизнес-системы. Бездействие накапливается всегда в виде только одного, в виде страхов. Каждый раз, когда ты захотел сделать и не сделал, маленький депозит в копилочку страхов. Каждый раз, когда ты захотел или пообещал кому-то, я это сделаю, внес свои планы и не сделал, еще один депозит. Со временем ты себя превращаешь или в опытного бизнесмена, или в труса со стажем. Оба они опытные, и опыт играет или за тебя, или против тебя. И уже потом, понимая, что не важна причина, по которой ты бездействуешь, важна категория, понимая, что ты строишь свой опыт в обоих областях, ты можешь подумать, что я потом сделаю, время еще пока не пришло. Так вот, третье базовое правило гласит, время никогда не приходит, оно только уходит. И уже после базовых правил давайте отвечу на вопрос, как же таки перестать откладывать вещи на потом. Суть вопроса в том, что мы никогда не откладываем вещи на потом. Что мы делаем, это мы помещаем между собой и тем, что необходимо сделать нашей слабости. И слабости запускает всю нашу жизнь по запасному сценарию. Давайте в них разберемся. Этих слабостей пять, и все они образуют аббревиатуру «потом». Первая буква – «П». Поиски папы. Сегодня так модно найти кого-то, кто даст тебе разрешение и возьмет на тебя ответственность. Необходимо понимать. В детстве было хорошо получать разрешение. Когда ты повзрослел, ты должен знать, что чем больше разрешения тебе по жизни нужно, тем ты слабее, как человек. С каждым полученным разрешением перед действием ты делаешь себя слабее. Сильные люди научились действовать без разрешения. Далее ответственность. В политике это считается мудро – найти человека, на которого ты ее свалишь. Но вряд ли вы занимаетесь политикой. Скорее всего, вы занимаетесь бизнесом. В бизнесе ты понимаешь следующую вещь. Мир платит тебе деньги не за твой ум. Роберт Киосаки говорит, что в мире полно-полно умных людей, которые бедные. Многие жалуются, я такой умный или он такой глупый, почему только богатый. Мир не платит деньги за ум. Второе. Люди говорят, ну, я так много работаю. Почему я не богатый? Да очень просто. Мир даже не платит деньги тебе за работу. Мир платит деньги за ответственность. И отдавая кому-то ответственность, ты даешь ему шанс заработать деньги. Вместе с ответственностью человек отдает деньги. Зачем это делать? Поэтому перестаньте искать папу, который даст вам разрешение и возьмет на себя ответственность. Найдите партнера или подчиненного, который дополнит ваши слабости. Идем дальше. Следующая буква в аббревиатуре «потом» – буква О. Ожидание. Что делают люди? Они помещают между собой и тем, что необходимо сделать, негативное ожидание. Они ожидают, что будет больно, что у них не получится, будет скучно или унизительно. И поэтому ничего не делают. Какой же выход? Многие говорят, ожидайте позитивного. Получается следующее. Ты ожидаешь позитивного, и везде возможны провалы. В жизни их огромное количество, в бизнесе их также много, в остальных отраслях жизни. И рано или поздно ты его терпишь. Но ты же ожидал позитивного. Позднее, со временем, ты перестаешь верить в себя. Какой же выход? Самый простой выход. Перестаньте ожидать вообще чего бы то либо ни было. Компания Nike рекомендует. Just do it. Просто сделай это. Что имеется в виду под фразой «just do it» – это делай без ожиданий. Поймите, что формирование ожиданий требует огромного количества наших ресурсов. Сначала мы их строим. Мы себе строим картину. Это огромное количество расходов нашей энергии. Позднее, получая результаты, мы их сравниваем с этими ожиданиями. Это было то, что я ожидал? Или это было меньше? Это было лучше? Или это было хуже? Гораздо проще. Действовать, ничего не ожидая. Так получается быстрее. И так получается меньше расход энергии физической и эмоциональной. Пошли дальше. Следующая буква в аббревиатуре «потом» – это буква «Т» – телячьей нежности. Первая причина депрессии у людей – это жалость к себе. Первая причина откладывания на «Т» – это жалость к себе. Я еще немножко полежу. Я пока еще не буду делать. Ты слишком себя жалеешь. Если ты был бы к себе жестче, эта жесткость, как кольцами брошенного камня в воду, коснулась бы всех областей твоей жизни. Полностью. Просто будь жестче с собой. Скорее всего, ты не в форме. Почему ты не в форме? Ты слишком мягко, как с собой. Все эти вещи запросто устраняются. Просто проявлением большей жестокости к себе. И вы не можете быть жестоким к себе и не проявлять ее во всем вашей жизни. У вас просто получается быть решительнее и сильнее и смелее. Идем дальше. Следующая буква в аббревиатуре «потом» – это буква «О» предпоследняя. «О» означает «обещание из прошлого». Многократно вижу. Особенно в фрилансерах. Человек собирается выйти из бизнеса своего. Он «Все, я больше не буду делать. Я начинаю новое направление моей жизни». И он дает новое обещание вместе с тем, когда берет деньги за новый заказ. Как только ты берешь деньги, ты берешь обязательства. И вся твоя жизнь, как гусеница-танка, вращается заново, заново и заново. И они могут вырваться десятками, десятками лет. Как же не при этом поступать? Мне очень повезло. Я знаю большое количество успешных людей, очень успешных. И я замечаю за ними один общий шаблон поведения. Эти люди редко дают тебе открытое обещание. Часто он покивает головой. Он скажет «да». Он просто покажет свое отношение к вопросу и понимание. Но не скажет «да, я выполнил к такому-то числу». Позднее он тебя или удивит, сделав это, или он это не сделает. Это суперполезный навык. Научитесь делать то же самое. Не давайте лишних обещаний. Потому что каждое ваше обещание – это обязательства, вставленные другим человеком в вашу жизнь. Это нужно научиться избегать делать. И последняя буква в аббревиатуре «потом». Это буква «М». Здесь я мыслю по-английски. «М» для меня – это mess, беспорядок. Беспорядок на рабочем столе в компьютере, беспорядок на рабочем столе физическом, настоящем, в сознании. Люди просто не знают, с чего им начать. Есть две типа дисциплины. Два типа дисциплины. Первая – это начать. Вторая – это продолжать. Так вот, каждый раз, когда мы выбираем чего-то, открываешь рабочий стол, а там огромное количество папок, ты делаешь выбор. Выбор истощает нас. Огромное количество ресурсов уходит на делание этого выбора. И если мы этот выбор не устранили изначально, то мы блокируем себя в самом начале. Необходимо будет убрать этот mess, беспорядок полностью в своей жизни. Полный порядок на рабочем столе. Те из вас, кто были на моих тренингах, и когда я ввожу изображение на экран, вы замечаете, что это только две папки. Главная и второстепенная. Как вы думаете, на какой папке я кликаю, открываю мой компьютер? Конечно, на главной. Любой человек может достигать любых результатов, буквально любых, если он знает свой следующий шаг. И что такое следующий шаг? Это устранение mess, беспорядка. Ты знаешь шаг, ты его делаешь. Ты не отвлекаешься. Устранять mess, беспорядок, устранение беспорядка буквально гарантирует продвижение человека по жизни. Я резюмирую. Три базовые правила. Не важна причина, по которой ты не делаешь, а важна категория, где ты находишься. Либо ты делаешь, либо не делаешь. Твой рост в обоих профессиях, бизнесмен, опытный человек или трус, определяется депозитами, которые ты осуществляешь ежедневно. Отложил на потом, не сделал. Маленький депозит в копилку своего страха. И третье базовое правило. Многие люди думают, что время придет. Время никогда не приходит. Время только уходит. Устраните пять главных слабостей, которые мы помещаем между собой и необходимым действием. Первая – это буква «П». Все они образуют аппаратуру. Потом «П» – это поиски папы. Вместо папы ищите партнера или подчиненного, который компенсирует за ваши слабости. Буква «О» – это ожидание. Научитесь действовать без ожиданий вовсе. Буква «Т» – телячьей нежности. Устранив полностью жалость к себе, мы начинаем исполнять любого рода свои обещания. Необходимо осознать, что чаще всего, чтобы устранить откладывание на потом, нужно набрать просто инерцию. И инерция набирается устранением жалости к себе. Предпоследняя буква «О» – это обещание из прошлого. Перестаньте давать обещания людям, потому что люди вами манипулируют, они влезают в ваши планы, вставляют вас брать на себя обязательства, просто работая на вашу слабость, где вы вынуждены дать обещания в разговоре с ними. Перестаньте давать обещания вовсе. Если вы исполните некоторые вещи, то действие, сделанное без обещания, в разы ценнее, чем то действие, которое вы пообещали сделать. И последнее – это «М» – это «Месс». Устраняйте беспорядок сознания с рабочего стола на компьютере, с рабочего стола у вас дома. С вами был я, Александр Герсименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok